Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. И всем привет! Меня зовут Влад А4, Марк, Риви. И сегодня мы снимаем ролик, который называется Кто последний перестанет идти прямо? Сейчас каждый из нас выберет направление, и главное правило идти прямо. Тот, кто из нас пройдет большее расстояние, получит главный приз 1000 евро. Что-то новенькое. Такого приза у нас еще не было. Держи, а дальше победите. Также, ребята, если кто-то из нас упрется в здание или в какое-то непреодолимое препятствие, то он проиграл. Шаг достаю. Компас. Ну что, выбирайте направление, куда пойдете. Я на юг. А север? Пока! Пока! Ну, я тогда на север. Удачи! Давай, это туда. А я пойду на запад. Это туда. Ну что, удачи! Челлендж начинался очень легко, и мы преодолевали все препятствия. А иногда и просто обходили. Ребята, я заряжена, я готова. Посмотрите, у меня пока особо препятствий нет, кроме кучки людей. А еще вот такая у меня крутая штука. Это какая-то шока-штучка, которая может тебя ударить током, если ты сместишься со своего курса примерно на 3 метра. Вообще, блин, ребята, как вот такая штучечка может тебя ударить током? Давайте проверим. Раз, два, три! Ой-ой-ой! Ай-ой-ой! Какой-ой-ой! Ну что, я больше проверять не буду! Все-все-все, я выучила свой урок. Пойдем. Ребята, я продолжаю идти на юг. Смотрите, вот буковка С, вот стрелочка белая. Мне нужно идти, получается, вот сюда, прямо. Погнали. Блин, этот компас постоянно колеблется, и кажется, будто мне скоро ударит током. Так. А ну, нет, я могу это обойти. Так. Идем, идем. Куда идем с пряточком? Большой-большой секрет. Чтобы вы понимали, мы идем сейчас уже по газону, а не по какой-нибудь там тропинке асфальтной и всякое такое. Погнали. Я не отклонился от своего курса. Ребята, победа будет за мной. Идем дальше. Было весело, а потом я столкнулся с реальной проблемой. Ребята, плохие новости, посмотрите. Впереди фонтан, и мне нужно идти прямо туда. Пипец, но нам нужно идти только вперед. Ё-моё! Ну ты-то куда? По газону. Ну, обойди, ну. Ты посмотри, ты посмотри, куда мне надо идти. Пипец. И что делать? О, ну не глубоко так. Ладно, что делаем? Ты сейчас отходишь подальше, чтобы не привлекать внимание. И я быстренько, быстренько пробегусь. Если что, дашь охране. Сегодня прогноз погоды был такой пасмурный, обещали дождик, я захватил зон. Что за дурацкий челлендж? Ладно, давай, поднимали. Капец, скользко, блин. Ну что, ребята? Так, я уже подхожу к первому фонтану. Мне главное не упасть, потому что будет пипец как не круто. Так, открываем зонтик. Ребята! Жесткий ливень! Слушайте, реально был эффект дождя. Так. Осталось чуть-чуть. Слушайте, а я не сильно намок. А чтобы поиграть, комп или настолки? Ребят, вы помогите мне выбрать. Ааа, забыл! Это же обычный ролик, а не интерактивный. Точно, здесь же нельзя помогать. А вот в интерактивном формате ВК-видео вы можете поучаствовать в наших роликах. На первый взгляд, это наше обычное видео, но это не так. Тут вы сами выбираете, куда мне пойти и что делать. Смотрите, как круто! Вы как будто сами в ролике участвуете. Помогите мне выбрать, мы же суперкоманда. Переходи по ссылке в описании, скачивай приложение и смотри интерактивный контент и все ролики в ВК-видео. И если ты уже прошел мой ролик, пиши в комментарии. Может быть, мы еще пару таких видео сделаем. Что могу сказать? Дно скользкое, так что осторожнее. Если вдруг вы окажетесь в фонтане, важно не подскользнуться. И водичка холодная, на самом деле. Прям, ну прям очень холодная. Так. Надо немножечко подкрепиться. Чуть-чуть, так скажем, настроение поднять. О, да. Ну что, обуваемся, идем дальше. Я уже где-то поцарапалась. Капива, не пожалеете меня. Я не знаю, как я сюда забрела. Вон дорога, вон там дорога. Ну пойдем, компас показывает ровно. О, север. Пойдем. Слава богу, у нас есть запасных 3 метра, а то не хотелось бы удариться головой об дерево. О, смотрите, дырочка, мне повезло, подфортила. Стретимся там. Ребята, какое дело? Я уперся в кусты. Гребаные кусты. Но это не проблема. Мы перелазим. Это скейтерский парк. Так, сейчас я перелезу и подключусь к вам. Так, а как вас-то забрать? Я нахожусь на вот таком вот скейт-парке. И нам нужно идти четко по прямой. Помчали. Так, повезло. Кстати, прикольно совмещаю полезное с приятным. То есть я гуляю среди леса. Слышу свежим воздухом. И делаю 10 тысяч шагов. В принципе, жаловаться не на что. Прикол. Видишь? Ты видишь? У них свадьба. Что делать? Я сейчас знаю, что мне очень весело. Ну что, по прямой можно идти? Никак не обойти? Давай посмотрим, может быть, я как атакуатный человек смогу обойти их. Пойдем. Максимально аккуратно. Не привлекая внимания. А пойти никак. Пойдем. Я прошу прощения, у нас тут свадьба. Могу я вас попросить, вот буквально здесь вы можете обойти и вот как раз выйдете той дороги. Хорошо, спасибо. Сори. Ребята, ребята, очень неловко. О, у нас уже все косится пипец. Что, я предлагаю просто тупо бежать? Готов? Еще три. Раз, два. Извините, пожалуйста. Прошу. Извините, извините, пожалуйста. Извините, простите, простите. Извините, извините, пожалуйста. Скорей, 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 сюда, сюда, сюда. Как это было жесть. Я вообще, ужас какой-то. Я так стыдно, я так стыдно, я так стыдно. Все, я теперь растворяюсь, как Симпсон. Вы спросите, как мне так повезло, и я все время иду прямо. Ребята, я посмотрел карту перед началом челленджа. Ну что, никто не запрещал, так что у меня будет шикарный маршрут. Вообще, я намерена сегодня победить. Я буду идти до того момента, пока мои ноги будут шагать, пока кроссовки не сотрутся, пока мой макияж останется на моем лице, а пока я буду чистенькая, красивенькая. Надеюсь, без всяких будет сегодня грязных штук. Короче, я просто уверена, что у нас все с вами получится. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Реби, давай, давайте мы делаем пацанов. Туда прямо посмотри, там речка, почему? О, надо было в другую сторону пойти, ну так, просто. Но меня какая-то речка все равно не остановит. Сейчас мы что-нибудь подумаем. Так, 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 так. Пока, в общем, из варианта переплывать. Пробуем водичку. А, ледяная вода. Извините, пожалуйста. Да-да-да, да-да, да-да, да-да-да, да-да-да, извините, пожалуйста. А можете, пожалуйста, меня на этот берег переправить, я вас умоляю? Только вот мне нужно ровно прямо и плыть. А чего вы не можете обойти? Мы снимаем ролик, и нам нужно двигаться только по прямой. Пожалуйста, это очень важно, я вас умоляю. Саботало, ребята, ребята. Первое препятствие я почти пройдена. Все, ребята, отрубляемся. Чисто по прямой. Ровно по прямой. Ровно, пожалуйста, я вас умоляю, это очень хорошо. Я постараюсь. Пока. Ой, спасибо, вы меня довезли. Да, до прямой. Хорошей вам прямой дороги. Спасибо, пока. Вы меня реально спасли очень сильно. Так, смотрим, где у нас прямая линия. Вот так вот. Второе препятствие вообще изи. У нас все прямо, все понятно. Идем по лужайке, движемся ровно на юг. Какой-то трактор, на нем бы прокатиться, жаль, водителя нет. Хорошо, что пока что зданий никаких нет. То я вообще не понимаю, как через них перелазить. Вы же в курсе, да? Что если я отклонюсь более чем на 3 метра от своего курса, меня ударит током. Вот тут целая система присобачена. Так, клумбы. Я не хочу проигрывать, поэтому идем. Ну, там ребята во что-то играют. Ну, придется им помешать. Прикиньте, если кому-нибудь из нас просто попадется какой-нибудь, я не знаю, это фонсан или машина здоровая. Вот прикольно будет, да? Я так понимаю, это какие-то студенты. У них тут проходят какие-то, ну, урок физкультуры. Сейчас мы его нарушим. Плохие новости. Мы идем ровно на стол для игры. Ну, нет, нормально, нормально. Все нормально, без помех. Прошли без помех. Так, у меня есть такая классная штука, как длиннометр. Вот такая штука. Она излучает лазер вот отсюда. И ты можешь замерить, сколько метров. Правильно? 1 метр 5 сантиметров, почти 6. Моя задница чуть током ударила, блин. Ладно, поправляем попку, идем дальше. Велик, что за фигня? Идем, что поделать? Ну, давайте перелазить. Ладно, облегчаемся по максимуму. Так, у нас времени мало, ребята, я на чьей-то территории. Нужно быстро валить. Точнее. Так, компас. Все, пока. Так, ребята, мы должны продолжать двигаться на юг. На юг, это у нас сюда. Мне нужно пройти через это здание. Это дом комиксов. Говорить нечего, пошлите посмотрим, что внутри. Слушай, стой, можно током дать, надо вправо не уходить. Так, здрасте, здрасте. Раз, два, здрасте. Привет. Опа. Здрасте. Так, что тут еще? Так, извините. Мне нужно в окно выйти. Блин, я не знаю, что делать. Мне кажется, надо что-то купить, чтобы к нам начали относиться. Хорошо. Так, что тут, например? Извините. Так. О, знаешь, что это? А я знаю. Аниме такое есть. Клинок рассекающий демон. Это костюм главного героя. Извините, а можно купить вот этот костюм? Да, конечно, можно. А сколько стоит? Ааа, 7 тысяч. Давайте. Есть. Так, помогите снять, я хочу прям его надеть. Прямо сейчас. Да, ребята, я анимешник. Короче, ребят, я сейчас переоденусь и увидите меня уже в полном образе. Кстати, а можно еще из окна выйти? Да, почему нет? И... Ну, ребята, капец. Слушайте, ну я считаю, получился довольно-таки качественный косплей. Посмотрите, посмотрите, тапочки на резинках, клинок на месте, сережки. Уху, 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 читаю. Считаю образ, получился классный, оцените его в комментариях. В принципе, я готов идти дальше. Кстати, по поводу этих квадроберов. Вам, конечно же, интересно мое мнение на этот счет. Что сказать, ребята? В принципе, я не против. Я не осуждаю, но я бы сделал единственную поправочку в конституцию квадроберов. Поправочка касается корма для животных. Не надо, не надо есть корм для животных, потому что он для кого? Для животных. Это удаляем. А остальное, что по кайфу. Главное, не нарушать закон и не мешать людям. Пошуршали. Кажется, я сбился с маршрута. Да, ребят, нам не туда, а чуть-чуть вот туда. Ау, больно. Ребята, вы только посмотрите, какая у меня идеальная дорога сзади. Я уже иду тут столько времени, просто пляшу, кайфую, танцую. Потому что ровная дорога, никаких препятствий, пешеходные переходы, все идеально. Но иду я, иду я такая, и банс вижу впереди. Какой-то забор впереди. Вообще без понятия, как я это буду перелазить, что делать, что там вообще дальше. Но пока настроение хорошее, мне везло. Я придумала небольшой лайфхак, чтобы считерить. Просто посмотреть на карте, что там впереди. Мы находимся вот тут. А дальше у нас... У нас дальше зиплайн. Если вы, кстати, не знаете, что такое зиплайн, это когда тебя пристегивают к канату, и ты летишь очень много метров на очень большой высоте. Попадос, я так и знала, что все не может быть идеально. Так, надо мыслить позитивно, какие плюсы. Тут река, очень большая, и я сама ее точно не переплыву, как то озеро. А на этом у нас плюсы заканчиваются. Придется потеть, орать, кричать, себя долго-долго уговаривать просто пойти на этот шаг. Ну, вообще, может быть, там и не так страшно. Ребята, чем ближе, тем страшнее. О, придется перелезть. Но это пока что не самая большая проблема. Проблема в том, что я все запачкаюсь. Твоя очередь. Ты! Я тебе этого никогда не прощу. Я думала, мы best friends. Замеряем. 3.0.14. 14. Все-таки мне сегодня не везет. Ребята, все получается, я иду четко. Надеюсь, мне сейчас тут не попадется никакого-нибудь, ни здания, ни стены, ничего. Повезло. Просто повезло. Вы посмотрите. Я прохожу вот здесь. Аккуратненько. Компас так же, все. Все четко. Идем дальше. Ребята, что-то делают. Суетятся. Блин, классно было в детстве, на самом деле. Я вот тоже. Беззаботная жизнь. Бегаешь, играешь себе. А сейчас вот по прямой иду. Ну ничего, это тоже своеобразная игра. Я ее выиграю. Я победю. Интересно, где там сейчас ребята находятся? Где они проходят всякие там свои штуки? Мне кажется, Риве как всегда повезло. Просто идет прямо и все. Ребята, я вышел из того леса. И у меня проблемка. Посмотрите. Да. Обойти не обойду. Придется заходить внутрь и как-то там разбираться на месте. Меня привело на лестницу. Это уже третий этаж. И совсем скоро мы выйдем на крышу. Так. Опа. Так, я на крыше. И что? Да. Куда уже заходить опасно. Ну все, ребята, вот я походу и продул. Да. Надо подумать, что с этим делать. Полезли. Извините, пожалуйста. А, я сейчас, я секундочку. Я, я паркур. Пожалуйста, простите меня. Здравствуйте. Ну простите, пожалуйста. Мне пришлось. Если я вам расскажу, вы мне просто не поверите. А можно мне, пожалуйста, прокатиться? Очень фрил. Почему? Как минимум нужен билетик. Сколько стоит? Они же на кассе все рассказывают. А можно вас купить билетик, пожалуйста? Мне очень нельзя ходить вообще. в ту сторону. Я только вот так вот могу ходить. Пожалуйста, молю вас. Ребята, меня дяденька не пропустил. Мои манипуляции не сработали. Но всегда можно попытаться немножечко джульничать. Ребята, 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 ребята. Я забыла про эту штуку. Какая-то шайтан машина. Все. Я забыла про то, что тут 3 метра заканчиваются. Посмотрите, как вообще там страшно. Была-не была, надо как-то газовать. Я предлагаю просто подождать, пока кто-нибудь придет из добрых людей, и мы попросим им нам помочь купить билет. Что-то долго люди идут, да? А ты не можешь купить мне билет. Ты реально можешь купить мне билет. Иди сюда. Ну, пожалуйста. Я тебе потом что-нибудь вкусненького откину. Зеленого хочешь? Ладно. Давай. Один мне и один тебе. Ребята, я не знаю. Мне фартит просто как-то нереально. Чтобы вы понимали, вот. Здесь здание. Здесь здание. Здесь забор. И я просто... Вперед из песни, как говорится. Фу, как же это было сложно. Я тут вижу какое-то интересное место. Так, аккуратно. Так, я понимаю, это какой-нибудь, какой-то ресторанчик. Могу ли я в него зайти? Замеряем. Единственное, что я могу, это подойти чуть ближе и докричаться до официанта. Кушать-то хочется. Короче, пришла идея в мою голову. Мы сейчас смотрим по картам, что это за ресторан. Я нахожу номер. Не звоню им. Ну что ж такое? Подожди, напомню, не звоните. Ребят, нам сегодня не везет. Hello, пацан! Здравствуйте! В общем, мы снимаем ролик, и мне нужно идти только по прямой. Только туда. Вот, и я проголдался, хочу покушать. Может быть, мы сможем что-то заказать? Давайте бургер. Все, спасибо. Все, я сейчас поел, ребята. Кайфово. Вы видите, не обязательно быть в ресторане, чтобы покушать. Все, можно кушать, ребята. Так, что у нас тут? Картошечка. И... Ой-ой-ой. И бургер. Ой-ой-ой. Нам срочно нужно где-то перекусить. Там впереди есть отличная трава. Мы сядем там, да и поедим. И пойдем дальше с полными силами. Погнали! Что, думали, что я просто так сдамся? Нет. Я подготовился. Я знал, что рано или поздно я упрусь в какое-то здание. Или мне нужно будет перелазить через очень высокое препятствие. Поэтому я вызываю подъемник. Я с билетом, я с билетом. Пропустите, пожалуйста. Ребята, ребята, ребята. А, теперь опять все плохо. Я точно не упаду? Я уверен. 4, 3. Хороший ход. Посмотрите! Я парю! Ладно, все в порядке. Земля. Пойдем дальше. Пойдем, все время беги альбер. Отскою, отскою. Да! Ну все, мы спустились. На, туда. Пойдем. Так, держи. Вкуснее может быть только А4 пицца, ребята. А когда у нас появится А4 бургер? Если вы хотите тоже так же, как и я, А4 бургеры, пишите в комментариях. Мусор мы, конечно же, за собой выкидываем. Натягиваем рюкзачок. Так, берем наш чомпас. Ребята, посмотрите вот туда. Это он за мной. Тихо, стой, 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 стоп, стоп, стоп. Сейчас будут каскадерские трюки. Опа, погнали. Мои трусы. Опа, на. Мои трусы не испачканы, если что. Я профессионал, учился на каскадера. Сейчас, у меня еще есть поясок. Ребята, внизу. Асфальт. Я, 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 я вот здесь на высоте. Посмотрите, там реально жестко. Начальник, я готов. Мы едем. Ой, что-то там происходит. Интересный аттракцион так-то, я вам скажу. Смотрите, вот мы, вот где камера. Вот мы поровно по этой линии и спускаемся. Ё-моё, люди, всем привет. Вот это мы, конечно, беспределим. Ну, мы договорились, у нас, сами понимаете, связи есть, канал большой. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, будем еще больше крутых роликов снимать. Перелазим, компас подождет. Раз, два, три, четыре, пять. Я слажу. Ну что, ребят, спросите, понравилось ли мне? Очень. Я такого в жизни никогда еще не делал, не спускался с вот такого высокого здания на подъемнике. Продолжаю свой путь на запад, только вперед. Ребята, я пришла аж вон оттуда. Радовалась, что все идет очень гладко. А потом вижу, что впереди какой-то песок. Скорее всего, это ипподром. Ипподром это место, где лошади тренируются, катаются, отдыхают, тусят. И мне кажется, придется мне побыть лошадкой. Я думаю, что я пойду без тебя. Прощаемся? Буду скучать. Страшно, ребята, мне кажется, мы немножко нарушаем правила. Делать нечем. Я и так все грязная, поэтому let's go. Какой милый песочек. На самом деле, я обожаю кататься на конях. Как красиво, солнечно. Посмотрите на мой лук. Надеюсь, я сегодня буду чистой. Перелазим. Спасибо большое. О, привет. Прошла. Теперь туда. Я уперлась в какое-то здание. Хорошая новость, это то, что мне прямо туда в дверь. Пойдем проверять. Это фудкорт, ребята. Кто-то уже очень голодный. Почему я пришла сюда прямо в обо? Потому что тут сразу виден проход в ту сторону. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу там перейти аккуратненько? Можно. Да? Это было легко. Закажу вас что-нибудь покушать. Дайте, пожалуйста, обо из плюсов. Нас пропустили очень легко. Из минусов, ребята, так не делайте, так плохо поступать. Лучше просто обходите здание. Но поскольку мы сегодня сражаемся за победного, я иду на такие меры. Спасибо большое. Поехали. Смотрите, с камерой нельзя. Грустно, но пока. Встречай меня там. Все, ребята, осталось только пролезть. Ребята, зато сейчас мы быстренько подкрепимся и снова продолжим идти до конца. И да. Все, красота. А пока привал. Прямо вот тут вот. Приятного всем аппетита. Красота. Приятного мне аппетита. Опа. Перед нами новое препятствие. Это фонтан. У меня есть мой заветный прибор. И что-то мне подсказывает, что здесь нет трех метров. Так, замеряем. Два метра десять сантиметров. Подходит. Представляете, каким бы я лохом был бы, если бы мне не хватило. Идем. Признали дальше. А это что у нас? Здоровенный мост. И что мне делать? Ну, тут, очевидно, меньше трех метров. Я это обхожу. И мне надо будет сейчас залезть на мост. Все, давай камеру. Ждем оператора. Собираем мой портфельчик. Придется сделать экстремальный прыжок. Посмотри, сколько тут. Метра три. Перелазим. Аккуратно. Ребята, трюки выполняются строго профессионалами. Ни в коем случае это не повторять. Ну, оператор обошел, ему можно. А мне нельзя. Только через всю листву. Так, предлагаю остаться тебе здесь. Встретимся где-нибудь там. Потому что, ну, в горку там, через леса. Понятно, что там еще будет. Я пошел один. У меня новое препятствие. Это дом. Так. Ну, есть хорошая новость, что в этом доме есть магазин. И я в него сейчас зайду. И все, как мы умеем. С кем-нибудь договоримся там и пройдем насквозь. Есть хорошая новость, ребята. Это магнит. Как думаете, это будет продукция А4? Я думаю, да. Потому что во всех магнитах есть продукция А4. Ну, должна быть. Сейчас мы это и проверим. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ребята, идите сюда. Я вижу выход. И он, в принципе, недалеко, посмотрите. Он нам идеально подходит. Так, вправо я могу на три шага. Раз, два, три. Там даже кто-то шоколадку покупает. Надо бы нам тоже чего-нибудь захватить. Прости. Здрасте. Здрасте. А есть деньги? Можно? Шоколадочку, пожалуйста. Чушь, чушь. Вопрос. А можно вот через ту дверь выйти? Это вообще директор. О, директор. А это директор? О, директор, директор. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а можно вот через ту дверь выйти? Вот. Под... О, узнали, да? А, все, иду. Узнал деревья, так, прикинь. О, блин, дверь далеко. Может и током дать? Надо, рискнем. Ай, 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 ай. Мы идем в гору, и дальше нас ждут только приключения. Надеюсь, я проехал меньше трех метров. Ну, током меня не ударило, значит все четко. Ну и нас тут ждет какая-то задница. Пробираемся. Вот повезло тому, кто идет просто вдоль дороги, представляете? Просто идешь себе по прямой. Ай, я уже второй раз ужалился крапивой. Так, идем. Ребят, я уже вспотел. Иду по этому лесу и иду, но есть очень классная новость. Я вижу перед собой дорогу. Только что я говорил то, что было бы славно идти по дороге, и вот она мне попалась. Опа! И мы заходим куда-то снова в какое-то серьезное место. Слушай, чуть-чуть ударило током. Ну, буквально чуть-чуть. Так, нам надо поближе сюда. Фух. Ну что, перекусим немножко? Угощайся. Тоже, подписчики, это вам. Смотрите. Угощайтесь. Спасибо, ребята, кстати, что покупаете нашу продукцию. Вы покупаете продукцию, контент становится лучше, больше, интересней. Ммм, мамой клянусь это вкусно. Если честно, кажется, что я выиграю в челлендже, потому что я бесконечно иду. Вообще препятствий нет. Только там впереди какой-то садик. Ну что, справимся. Я прошел через такое. Все, наконец-то я вижу выход. Опа. И идем дальше по прямой. 2,37. Идеально. Проходим. Блин, ну как будто прям под меня делали, смотрите. Идеальный проход, прикольно. Ура, выходим на набережную. Фух, смотрите, какое красивое место. Я бы там прошел. Ну что, ребята, сейчас самое интересное, лезем через садик. Сделаем это быстро, чтобы никто ничего не понял. Здравствуйте, у нас экскурсия. Ладно, ребята, я быстренько. Так, главное все делать быстро, уверенно. Все, я иду. Я иду по прямой, я иду по прямой. Привет, привет. Пам, а тебе сколько лет? 5 лет. 5 лет? И ты знаешь о 4? Ладно, Николай, все, быстренько, быстренько, быстренько. Все, извините, 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 извините. Так, я пробегаю, пробегаю, ухожу. Все, убегаю, убегаю. Всем хорошего дня, до свидания. О, это мне не нравится. Это дело надо как-то обойти. Это, по-моему, что-то вообще невеселое. Ё-моё, тут еще такая куча. Нет, 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 нет. Посмотрите, вот тут еще одна куча. Это что, это же муравьи какие-нибудь или что-то такое? Обойдем. И здесь пойдем уже по прямой. Снова в гору. Так, нам нужна палка какая-нибудь. Типа, знаете, опа. Чтобы можно было упираться и идти вперед. Я еще тот дед. А вот это что? Там последнее днездо, ребята! Током долбит! Все, я сбросил его, потому что он долбил меня током. Короче, я не знаю, сколько прошли ребята, но я не смогу идти дальше. Там столько ост было, вы не представляете, мы же сняли с вами вот эту... Одну дырку я еще такой... Как думаете, что это? Прохожу дальше, и из такой же дырения вылетает просто, я не знаю... 30, о! В общем, все. К сожалению, на этом моя дорога закончена. Посмотрим, сколько протянут ребята, или вообще они уже проиграли. Я победил. Это будет вообще самым приятным исходом. В общем, посмотрим. Марк уже отзвонился, и его челлендж подошел к концу. Кажется, он там вообще немного шагов прошел. Я же, ребята, кажется, скоро тоже закончу челлендж. Как вы можете заметить, это трасса, шоссе, я не знаю, здесь куча автомобилей. Нам сейчас вот здесь надо пройти. Короче, пока иду прямо. Сейчас подойдем ближе к дороге и посмотрим, можно ее перебежать или нет. Сейчас побежим. И еще, посмотрите, здесь как назло какой-то автобус. А мне нужно ровно через него. Что делать? Может, снизу проползти? Извините! Извините! А вы можете отъехать? Нет, не могу, сейчас в люди подъедут. А мне надо как-то туда попасть, на ту сторону. Через багажник? Да. Открытно. Да. Что? Через багажник? Не понял. А, он сквозной, смотрите. Так, иди на ту сторону. Ё-моё, подержи мою катану. Ребята, как я здесь оказался? Только вперед, ребята. Я прошел это препятствие. А вот дальше, конечно... На самом деле, мне кажется, я прошел больше всех шагов. Потому что я уже на краю города. Как насчет позвонить Риме и спросить, сколько у нее шагов? Ребята, мне кажется, конец близок. Впереди кинотеатр. Это, конечно, супер офигенно. Но скажите мне, как я буду из него выбираться? На самом деле, можно было бы остановить и посмотреть пару фильмов. Звонит Влад. Алло. Алло. Слушай, сколько у тебя шагов? У меня 5257 шагов. Я понял. Кажется, я выиграл в челлендже. Пока. Пока. Ребята, ну конечно же, я прошел больше, чем она. И я думаю, что я могу останавливать свой путь. Потому что переходить через эту дорогу я никому не посоветую. Это очень опасно. Поэтому все. Я останавливаю свой путь. Останавливаю челлендж и автоматически выигрываю. Ура! Ребята, я выиграл деньги. Ну что, надеюсь, вам было интересно смотреть этот ролик. Если это так, ставьте лайк. Спасибо всем, кто болел за меня. Вы сделали правильный выбор. Ну и все, ребята, до встречи в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok